Российские моряки-подводники сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Официальная дата создания подводных сил считается 19 марта 1906 года. Именно тогда указом императора Николая II они были преобразованы в самостоятельный род войск. В Дагестане друзья и близкие вспоминают легендарного подводника, контр-адмирала Альберта Гаджиева. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Мегеп называют селом героев. Четыре героя Советского Союза дал республике этот небольшой аул. Магомед Гаджиев – легендарный подводник здесь на особом счету. Так же, как и его семья, которую без преувеличения можно назвать семьей подводников. Четверо из пяти братьев Гаджиевых служили на подводном флоте. Старший Магомед и младший Альберт писали свои имена в историю. С 24 февраля и по 19 марта мы решили вот эти дни приурочить 80-летию Альберта Гаджиеву. В рамках этих мероприятий мы и в Махачкале, и в Гунибе, и в Мегебе, и в школе, и в Доме культуры, и в библиотеке провели уроки мужества. Патриотические такие мероприятия. Семью Гаджиевых, хранительница истории Гунибского района, Патимата Лискандиева, знает не понаслышке. Именно она организовала первую выставку на малой родине братьев, посвященную 95-летию Магомета Гаджиева. Готовилась Патимата Лискандиева основательно и к юбилею Альберта Гаджиева, ведь с ним ее связывает особая история. У нас была замечательная школа, Гунибская средняя школа. Вот после проливных дождей она разрушилась, и многие вещи снесло в ущелье с сельевым потоком. И оттуда дети доставали фотографии, доставали какие-то альбомы, приносили эстафетные. Я тогда в школе работала вожатой, и сын однажды принес домой картину. Здесь какая-то интересная запись, она была вся мокрая и подводная лодка. Я вспомнила, как мы еще во втором классе присутствовали на встрече с Альбертом Гаджиевым. Собственную работу, выполненную его рукой, вот картину он подарил на этой встрече к Унибской средней школе. И это было таким бесценным открытием, подарком. 33 года Альберт Гаджиев работал на подводных лодках самых разных систем. Побывал в плавании по всем морям и океанам и заслужил звание контр-адмирала. Что Альберта ждет блестящее будущее, было понятно еще с юношеского возраста. К окончанию средней школы он обладал отличной физической подготовкой. Вопрос, кем стать, перед ним не стоял. Из тысячи профессий он выбрал море. Когда он поступал, ну видите же в анкетах Гаджиев, Альберт и Маджиев. Ему говорят, а кто такой Гаджиев? Гаджиев, Магомед. Он говорит, ну много же бывает в Дагестане таких. Он, как говорится, скрывал. Скрыл, сдал, поступил. А там были еще гражданские, гражданские формы, которые экзамеры принимали поступающими. И в военной форме тоже. Когда уже он на первых занятиях, курсанты, видишь, что сидит, там же перекричь, что делает, как в школе у нас тоже делает. И Гаджиев, Альберт, и Мадуддинович. И тогда Альберт признался. Да, мой брат. А я ему говорю, а почему тогда не сказать? Я говорю, что не хотел. Но вы для меня снижение делали, я хотел сам поступить. Для семьи Гаджиевых день подводника и день рождения Альберта Гаджиева – это радостный повод собраться вместе. Без гостей не обходится. Люди не забывают его заслуг. В кругу Гаджиевых никогда не бывает скучно. Необычайные истории из жизни родителей семейства Имадуддина и Хурбиче. Славного комдива Магомеда. Непревзойденного краеведа Булача. Первого мастера спорта по альпинизму Курбана. Выдающегося агронома Абакара. Ну и, конечно, много воспоминаний о младшем брате Гаджиевых, Альберте. Вспоминают о том, как он ходил в балетную школу, как лихо отплясывал лесгинку на смотрах художественной самодеятельности, о том, как он спас тонущего ребенка. И самое главное, чем гордится родня – его исключительной скромностью, отличительной чертой всего семейства Гаджиевых. У него было в жизни все, чем он мог воспользоваться в какой-то трудной жизненной ситуации. Ум, красота, талант, звание, известная на всю страну семья. Но он никогда себе не позволял этого. Он говорил, что гордиться можно, а спекулировать нельзя. Зимфира Рамазанова, Сергей Климук, Магомед Шабанов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.